Гитара-ридера группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка за 6 миллионов долларов. Акустическая гитара модели Martin D18 была продана на аукционе Beverly Hills. Первоначальная цена оставляла 1-2 миллиона. Именно на этой гитаре музыкант играл на легендарном концерте в рамках серии MTV Ample Act в Нью-Йорке в 93-м году. Запись выступления была издана после смерти Кобейна, его не стало в 94-м году. Эта пластинка считается одним из величайших концертных альбомов всех времен. Покупателем гитары Курта Кобейна стал основатель австралийской компании по производству микрофонов 4Rode Microphones Питера Фридман. Он пообещал, что гитара будет регулярно демонстрироваться на различных выставках по всему миру, а все доходы от этого будут передаваться на благотворительность, говорит исполнитель на классической гитаре Артем Дервайет. Курт человек, который прожил всего 27 лет и за свои 27 лет с точки зрения творчества создал целое направление в музыке, которое называется теперь гранж. А с точки зрения денег он умудрился заработать какие-то безумные деньги и оставить вдове и дочери огромное просто состояние. А с точки зрения самой гитары здесь, конечно, нет такого, что этот инструмент сделан из каких-то там супер пород дерева и чем-то там не так оснащен, что он так звучит на 6 миллионов долларов. Конечно же нет сверхъестественного в этой гитаре только прикосновения Курта Кобейна. В мире классической гитары, на которой я играю, наверное, самая дорогая гитара на данный момент, это гитара, сделанная Страдивари. Она, по-моему, есть чуть ли в единственном экземпляре, и она просто бесценна. Просто потому, что такой гитары больше нет и никогда не будет, и это великий Страдивари. Вот это, наверное, самый дорогой инструмент, который невозможно купить. Артем Дервайет. Подобную гитару Марте на 18-й серии можно найти в продаже в интернете. Она стоит около 4000 долларов. Ранее все рекорды побила кардиган Кобейна, которому она появилась на этом же концерте МТВ. Лота писали тогда так. Смесь акрила, махера и лайкра с пятью пуговицами. Одной не хватает с двумя внешними карманами, дыркой от сигаретного ожога и выцветшими карманами. Кардиган в прошлом году был продан почти за 334 тысячи долларов. Дело, конечно, не в одежде или гитаре, а в самой личности. К тому же эти раритеты имеют видеоподтверждение, говорит музыкант Сергей Галанин. Шесть миллионов, да. Я думаю, что здесь дело не в том, что она какая-то из ряда вон выходящая. Хотя Мартин замечательная гитара. Я думаю, что этот концерт помнят очень многие, потому что он такой был достаточно знаковый в то время. Как он лажал на этой гитаре, я помню. Как говорится, эти ноты немалетные, они, видимо, как раз врезались в память. И мы это вспоминаем с какой-то теплотой. То есть парень завелся, немного туда сыграл. Есть вот не просто так вот гитара, а гитара с небольшой такой вот историей телевизионной. То есть ты всегда можешь поставить доказательства людям каким-то и сказать, вот она, вы же видите, вот он играет. То есть это действительно настоящая гитара, настоящая рок-звезды. Сергей Галанин. Ранее самой дорогой гитарой считалась модель черного стратокастера от Fandra, на которой Дэвид Гилмор из Pink Floyd играл во время записи альбома Dark Side of the Moon. В прошлом году ее продали на аукционе Crystis почти за 4 миллиона долларов.